Вот значение того, что нас ради было самим Владыкой, возлюбленным Господом, Богом нашим Иисусом, который был для нас образом во всем, как сказал апостол, чтобы познать разум его, силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь в смерти его, дабы достигнуть воскресения мертвых, филиппийцам 3.10. 11. Желчь, которую вкусил он за нас, внушает нам истреблять в себе всякую похоть злую и закичать уста свои, и не давать никакой из них выходить из тела и делом совершать. 12. Уксус, который вкусил он за нас, внушает нам погашать всякое самоволие и всякую мятежность суетную. 13. Заплевание, которым оплевали его за нас, внушает нам подавлять всякое человекоугодие и всякое желание славы мира этого. 14. Терновый венец, который спили и возложили на голову его, внушает нам переносить порицания, даже повсечастные, и без смущения претерпевать всякие укоризмы. 15. Трость, которую били по голове его за нас, внушает нам, всегда имея на голове шлем, смиренно мудре погашать всякую гордыню вражескую, предание Господа Иисуса на бичевание перед распятием, внушает нам не во что менять всякое человеческое поношение и позор, разделение рис его с бросанием жребия, причем сам он прибыл несмущенным, внушает нам презирать все мирское, прежде чем зайдем на крест, по слову апостола. 15. И расхищение имений вашей принялись радостью, зная, что приготовлено вам лучшее на небеса. 18. Все это должен сделать человек, чтобы возможности зайти на крест. И если ты не сделаешь того, что сделал он, по силе твоей, как человек, то невозможно зайти на крест. 18. Что был час шестой, когда жестокосердые распяли его нашего райиспасения, это пример нам, что силой вооружились против всякого уныния и малодушия, пока умрет грех, по-написанному, что он Христом убил вражду, что когда был час девятый, возопил глазом Великим Иисус, или или ломаста в охвании, нам пример, чтобы потерпеливом подъятии скорбных подвигов против страстей, пока погаснут. 18. Воспринимали мы, наконец, держновение в смиренно мудрее, вопиять к Богу, что после померкнутия солнца придал он дух свое указание нам есть, что если ум освободится от всякой надежды мира этого видимого, то это служит признаком того, что грех умер в тебе, что церковная завеса разобралась на двое, с верхнего края до нижнего. 19. Это образ есть того, что если ум освободится от страстей, то стоящая посреди преграды между им и Богом отходит, что камни распались и гробы отверглись, это нам образ того, что когда совершится в нас став смерть греху, тогда всякая тяжесть и слепота, и все сопротивное душе расторгнется, и чувство умершее, и плод приносившее смерти, начинает здравствовать, восстав непобедимыми. 20. Что он был по вид плащаницы чистой с ароматами, это нам образ того, что после той смерти греху святость бывает повита, и не тление упокаивает ее. 21. Что положили его в огробе новом, которым никто еще, полагаем, не был, и привалили камень великий ко входу в него, это нам образ того, что когда ум освободится от всего и воссубботствует, то бывает уже в другом веке новом, новое мудрствует, внимает тому, в чем нет ничего тленного, и о нетленном помышляет прочее, где тело, труп, там поберутся и орлы, что он воскрес во славе Отца Своего, и чтоб зашел на небеса, и сел одесную величестве на небесах. 21. Нам пример послова апостола. Ищите Вышних, где и Христос, одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо Вы умерли, в Холостином 3.1.9. Имя же Его честное, творящая милость, бывшая для святых образом, во всем сильно есть заступиться за немость нашу, и по нищете нашей простите нам грехи наши, чтобы и мы обрели милость со всеми достойными ее. Аминь. Слово 14. Деяние плача. Увы мне, увы мне, что еще не освободился я объиенный, влекущие меня в нее еще приносят плоды свои, и мне все дела ее движутся в сердце моем во мне, погружающие меня в огонь еще действуют во плоти моей, желая приносить плоды ее. Еще не познал я, а куда пойду от этой жизни, еще не уготовился мне путь правый, еще не освободился от воздействий сущих в воздухе сил темных, имеющих преградить мне путь по причине сущих во мне злых дел их. Еще не увидел я избавителя, пришедшего спасти меня от них, потому что злоба их еще все приносит во мне плоды. Еще не увидел я дерзновенного заступления между мной и судьею, еще не дана свидетельства мне, что я не достоин смерти, еще не отстал я от злотворцев. Не радуется злодей, будучи заключен в темнице, не может творить волю свою, связанную с железом, не учит другого заключенную в колоду, не помнит покоя сущей в болезненных трудах, не ест сласть, связанной повыей своей, и не загадывает сделать еще что-то злое, потому что невозможно, он всевозможно нагрешил. Но с раздирающимся сердцем оплакивает все злые дела свои и все муки, какие готовятся ему, говоря о них. Да, я их достоин. Третий. Помышляющий всегда о том, каковы будут последние его, и видящий муки, какие достоин по грехам своим, не нуждается в большом усилии, чтобы не осудить кого в сердце своем. Болезного необожидаемых мучения вседает в сердце его горькое, увы. Есть всегдашний предмет сокровенного поучения его, не воодушевляет он других не унывать. Забота о пищи не входит в крупопечения его, то изнает милость творящих с ним, милость, но от печали вкуса не видит в ней, потому что всячески нагрешил. Тем, который поносит его, не отвечает он гневно и терпеливо, и несет болезненные труды, говоря, «Я достоин их». Смех зубов отступил от него. Он махает головой своей стенами, вспомимая о престоле суда, перед которым умеет предстать. Когда слышит речи других, не говорит хорошо или худо, хорошие ли они или худые, не принимает их слух его. Вежда его источает потоки слез по причине болезни, съедающих его. И если у нас благородных родителей, то еще более печалится, приводя на ум стыд перед теми, которые имеют увидеть его осужденным на суде, содержа в мысли уготавляемый для него суд, не обращает он внимания на людей, хороши ли они или худые. Если есть другие, связанные с ним, и на них не обращает он внимания, и не рассматривает с ними, что предлежит делать, и во всякий свое несет бремя, влекомый на смерть. Лицо его мрачно, ни один человек не берется говорить в защиту его по причине страха мучений. Сам он исповедует, что наделал, и что достойно подлежит суду за то, в чем согрешил. Доколе же быть не в опьянении без вина, доколе обещинивать, имея впереди себя таковое. Ожесточение сердца моего истушило очи мои, а опьянение от суетной многозаботливости истушило голову мою, и увлечение сердца моего навели на меня забвение до помрачения. Нужда телесная связала меня, и пагуба отчаяния докучает меня оставить путь жизни. Не приобрел я друга, который бы поговорил о мне, и не имею дара, чтобы послать его гражданам. Весть о худых делах моих не попускает им признать меня. Если прошу их, они не обращают внимания на меня, ибо видят, что я не отстал еще от болестей своих нравственных, и не прошу их распространенным сердцем. От грехов моих, осты, не стал еще непрестанно уязвлять сердце мое, то есть не пришло еще болезненное сокрушение от греха. Бремя грехов моих еще не тяготело надо мною, не подавляет меня тягости своей, не чувствуя тяготы грехов, не познал еще я вполне, как следует, силы огня, иначе подвязался бы не впасть в него. Голос слышится в ушах моих, что ад предлежит мне, так как поистине не очистил еще я сердце своего. Раны на теле моем сделали опасными, но еще не воскмердели, чтобы искать врачебства. Я прикрываю от людей раны от стрел и не могу терпеть, чтобы касался их врач. Он предложил мне наложить при мочке или припарки на раны, но я не крепок сердцем, чтобы стерпеть едкость их. Врач добр и не требует с меня вознаграждения, но леность моя не дозволяет мне сходить к нему. Приходит он сам ко мне поворачивать меня и находит меня едущим то, что расправляет раны. Он упрашивает меня перестать от меня и принимать такие явства, но сласть в кушении их обольщает сердце мое. Когда поем, раскаиваюсь, но раскаяние мое не истина. Присылает мне врач свое явство и говоря, поешь, чтобы здороветь, но злой навык не дает мне принять его. Конец всего этого. Не знаю, что мне делать. Восплачьте же со мною все братья, знающие меня. Да придет ко мне помощь боли и силы моей и возобладает мною, чтобы я садялся достойным быть учеником его, Господа моего, ибо его сила во веки веков. Аминь. Слово пятнадцатое об отречении от мира. Возлюбленное. Попечемся о себе, ибо время коротко. Нельзя пищить о душе, коль скоро кто печется о теле. Как нельзя одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так и уму нельзя пищить и о Божьем, и о мирском. Что не будет помощь на тебе, когда выйдешь из тела, о том стыдно тебе пищить. Имей в уме, что Бог внимает тебе при всяком деле, какое делаешь. Имей в уме, что Бог видит тебя при всяком помысле твоем. Что стыдишься делать перед людьми, о том стыдишь помышлять тайно, сердце. Как дерево познается по плоду, так ум по созерцанию своему. Потому, на что устремлено око его, познает по мыслу своей, и душа разумная по созерцанию своему, по тому, чему умно внимает, познает тому себя. Не считай себя бесстрастным, пока влечет тебя грех. Кому даровано свобода от страстей, тому уже не думается о том, что делает он не по естеству. Не считай же себя свободным, коль скоро оскорбляешь Господа своего. Ибо свобода не приходит, пока сердце твое походствует, что-либо мирское. Пекись о своем теле, как о храме Божьем, пекись, как имеющий воскресность, и дать ответ Богу. Бойся Бога, как имеешь считать Ему отчет по всему, что наделал. Как, когда тело твое получит рану, заботишься ты уврачевать ее. Так попекись, чтобы оно и явилось в бесстрастном воскресении. Рассматривай себе каждодневно, какую страсть победил ты, прежде чем вознесешь к Богу прошения свои. Как земля не может принести плода без семени и воды, так человек не может покаяться бессмертно мудрее и труда телесного. При благорастворении воздухов расцветают семена. Так и человек расцветает через заповеди, когда ум его на то обращен, чтобы соблюдать заповеди. То и вера в Бога, и страх в Божий, чтобы не оскорблять своей совести. Если всеется в тебя сласть блудная, когда сидишь в келье своей, смотри, противостой помыслу своему, чтобы он не увлек тебя. Постарайся восставить память о том, что Бог внимает тебя и что перед Ним открыто все, о чем не помышляешь ты в сердце своем. Скажи душе своей, если стыдишься ты подобных тебе грешников и стараешься, чтобы они не видели тебя грешащим, только не пасе должен страшиться и грешить перед Богом, внимающим сокровенностям сердца твоего. Через такое рассуждение в помысли твоем восстановится в душе твой страх Божий. Если ты последуешь страху Божию, то будешь неподвижен на страстное и не можешь уже более быть насилуемым от страстей, как написано. Надеющийся на Господа, как горасть, и он не подвигнется вовек живущий в Иерусалиме. Салом 124. «Верующий, что есть суд, когда выйдет из тела, не может судить ближе ни в каком деле, как имеющий дать ответ Богу о всех делах твоих, как написано, что нам должно предстать предсудилище Христово, чтобы у каждого получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5.10. «Верующий, что для святых есть царство, печется соблюсти себя непорочным, даже в малых и ничтожных вещах, чтобы быть сосудом избранным, ибо написано, «Царство небесное подобно неводу, брошенному в море, которое захватило рыб всякого рода, и когда наполнился, то извлекли его к берегу, и седшие выбрали добрые сосуды, а злое бросили в море». «Верующий, что тело его имеет восстать в своем естестве в день воскресения, должен позаботиться о нем и очистить его от всякой скверны, ибо написано, «Он преобразит смертное наше тело, чтобы быть сообразно славному телу его по действию силы его».» Селепийцам 3.21 «В ком селилась любовь к Богу, того ничто мирское не может уже отлучить от Бога, как написано, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб ли, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или побои, или меч?» Силен есть Бог сделать, чтобы и мы обрелись в числе тех, которые не из-за всего мирского не разлучили себя от любви Христовой, чтобы вместе с ними обрести милость силой Господа нашего Иисуса Христа». 14. «Ибо Ему слава с обезначальным Отцом и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь». Слово 16. О радости, бывающей в душе, желающей работать Богу. Во-первых, приветствую тебя в страхе Божьем и умоляю, будь совершен, как благоугодно это Богу, чтобы не был бесплоден труд твой и чтобы целым принял его Бог в радости от тебя. Торгующий, если получит прибыль, радуется, ни во что оставив поднятые труды, потому что узнал, как они полезными оказались. Взявши жену, если она покоит его и бледет добре, радуются они сердцем своим, во всем полагаясь на нее. Вступивши в военную службу, если с презрением смерти своей, повоевав за царя, получит венец, радуется, что такой имеет успех. Вот таковы дела мира этого погибающего. И творящий их радуется, когда получает в них успех. Какая же, думаешь, радость будет в душе того, кто, начав работать Богу, успешно окончит это дело свое? При исходе его из мира этого, такое дело его сделает ему то, что с ним будут радоваться ангелы, увидев, что он освободился от властей тьмы. Ибо когда изъедет душа из тела, ей шествуют ангелы, навстречу же ей выходят все силы тьмы, желая схватить ее, и изыскивая, нет ли в ней чего ихнего. Тогда не ангелы борются с ними, а дела с одеянной душой ограждают ее, как стеною, и охраняют ее от них, чтобы не касались ее. Когда дела ее одержат победу, тогда ангелы, идя впереди ее, поют, пока не предстанет она Богу в радовании. Часто забывает она и о всяком деле мира этого, и о всем труде своем. Употребим же силу свою, чтобы добре поработать в краткое время это, сохраняя дело свое чистым от всякого зла. Да возможен спастись от рук князей тьмы, имеющих встретить нас, ибо они злые и немилостивые. Блажен, в ком не найдется ничего ихнего, радости того, и веселью, покаянию и венцу, меры нет. Ни вскоре же все превратно, торговлей или кто занимается, или брачным делом, или другим чем, о чем я сказал впереди, брат возлюбленный. Сотворим силу нашу в слезах перед Богом, может быть, смилуется над нами благостынье его, и пошлет нам мощь на препобеждение начальника злобы, имеющих встретить нас по исходе из тела, тем, что сделаем доброго. Попечемся о себе с крепким сердцем, без самосожаления и стяжем себе вожделение к Богу, которое спасет нас от рук злобы, когда она так изыдет встретение нам. Возлюбим любить бедных, чтобы это спасло нас от духа сребролюбия, когда оно изыдет встретение нам. Возлюбим мир со всеми малыми и великими, потому что они сохранят нас от духа ненависти, когда изыдет она встретение нам. Возлюбим всех, как братьев наших, ни малой неприязни, не держа в сердце своем, ни против кого, и никому не воздавая злом за зло, это избавит нас от зависти, когда оно выйдет встретение нам. Возлюбим смиренно мудрее во всем, перенося слово ближнего, если он побронит нас или обнесет, это сохранит нас от гордости, когда изыдет она встретение нам. Взыщим чести ближнего, не допуская умолиться ему во мнении нашем, когда его поносят, кто бы он ни был, это сохранит нас от оклеветания, когда оно изыдет встретение нам. Презрим выгоды мира и чести его, чтобы избавиться от зависти, когда изыдет она встретение нам. Приучим язык свой к Божию поучению, к правде и молитве, чтобы это сохранило нас от лжи, когда изыдет оно встретение нам. Очистим сердце свое и тело от похоти, да избавимся от нечистоты, когда изыдет она встретение нам. Все это покушается схватить душу, когда выйдет она из тела. А добродетели, если она стяжала ей, помогает ей стыри. Кто же из мудрых не восхочет предать душу свою на смерть, чтобы избавиться от всего этого? Итак, сотворим по силе нашей, а сила Господа нашего Иисуса Христа велика, чтобы помочь смирению нашему. Знает он, что человек есть бедная тварь и дал ему пока он стере до последнего его издыхания покаяние. Да будет же один у тебя помысл к Богу, чтобы он сохранил тебя, не внимая блага мира, как будто бы можно было на них понадеяться, дабы возмог ты ими спастись. Все, что есть от мира этого, оставишь ты и отойдешь. Что же сделаешь для Бога? В том обретешь благую надежду в час нужды. Возненавидь словеса мира, да узрит сердце твое Бога, любитяста молития, да просветится сердце твое, не люби лености, чтобы не пожалеть, когда достигнешь воскресения праведности, храни язык свой, да просветится сердце твое, не люби лености и страх Божий вселиться в тебя, дай ныне нуждающемуся богатым оком, да не посрамишься пред святыми и благими делами их. Возненавидь похотений яс, чтобы Амалик не преградил тебе пути, не спеши в отправлении служб своих молитвенных правил, чтобы не пожрали тебя звери, не люби и надо опьянения, чтобы не быть поношенным до врагов. Возлюби верных, чтобы через них получить милость. Возлюби святых, да ревность их снест тебя. Помни о Царстве Небесном, чтобы вожделение его мало-помалу увлекло тебя. Помышляй о гиене, чтобы изненавидь дела ее. Просыпаясь утром каждый день воспоминаешь, что дашь отчет Богу о всяком деле и не согрешишь перед Ним и страх его вселиться в тебя. Приготовляй тебя к встретению его и совершишь волю его. Обсуждай себя здесь каждый день, в чем недостаточуешь и не будешь затруднений в час нужды смертной. Да видят братья твои, дела твои и ревность твоя снестишь. Испытывай каждый день самого себя, какую страсть победил. И однако ж не думай много о себе, потому что то милость и сила Божия есть. Не почитай себя верным до последнего издыхания. Не высокомудрствуй, будто ты добр, ибо не можешь верить себя врагам своим. Не полагайся на себя, пока ты в жизни этой, и пока не минуешь всех властей тьмы. Бодрствуй, брат, против духа, приносящего человеку печаль, ибо много у него ловлений, пока не сделает тебя обессиленным. Печаль по Богу радостотворна, когда видишь себя стоящим по воле Божией. Кто же говорит тебе, куда тебе бежать, нет тебе покаяния, тот от вражьей стороны и говорит так, чтобы склонить человека, оставить намерение вести прочую воздержанную жизнь. А печаль по Богу не налегает на человека подавляющий тяготою, но говорит ему, не бойся, приди опять к Богу, ибо знает он, что человек немощен, и подает ему силу. Рассудительны имей сердце при помыслах находящих, и они облегчатся у тебя. Кто боится их, того расслабляют они тяжести своею, боящиеся воздействия вражеских, обнаруживают, что не имеют веры в Бога. Немирение себя и почитание себя невеждаю, то есть несмирение, показывают человека, который не поблажает страстям, чтобы творить волю их, а творит волю Божию. А желающий сказать слово свое при многих обнаруживает, что страха Божия нет в нем. Страх Божий есть страж и помощник для души, а хранитель внутреннего владычественного ума в деле истребления всех врагов его. Ищущий чести Божией старается отогнать от себя нечистоту. Разумное о себе попечение отсекает страсти, ибо написано «Попечение найдет на мужа мудрого». Заболевший познает цену здравия, венчаемый венчается за то, что победил врагов царя. Есть страсти, есть и добродетели, но если мы унывливы, ленивы, то явно, что мы как предатели. Мужество сердца есть помощь для души после Бога, как уныние, развенение есть помощь злу. Сила желающих стяжать добродетели вот в чем, чтобы если падут, не малодушевствовать, но опять воспринимать попечение о спасении. Орудие добродетели суттелесные труды с разумом. Порождение страстей бывает от нерадения. Неосуждение ближнего есть стена ограждения для разумно ведущих брань. Осуждение же его разоряет эту стену в неразумии. Попечение языке явным делает, что человек такой из деятельных, а не обуздание языка означает, что он не имеет внутри себя добродетели. Милостивие с разумом творимое рождает презрение имущества и руководить в любви, а не милостивость означает, что нет в человеке добродетели. Благостность рождает чистоту, а развлечение, трата на развлечение удовольствия рождает страсти, и жестокосердие рождает гнев. Ненавидеть развлечение есть подвиг душевный, а скудость есть подвиг телесный. Любовь к развлечению есть падение души, а безмолвие с разумом есть исправление ее. Насыщение сном есть растревоживание страстей в теле, а бдение в меру есть спасение сердца. Много спания уточняет сердце, бдение же в меру утончает его. Лучше спать в молчании с разумом, чем бодрствовать в суисловиях. Плач изгоняет все худости без тревог. Щедение в совести ближнего рождает смиренно мудрие. Слава человеческая мало-помалу рождает гордость. Любовь к простору не стеснение себя лишениями изгоняет ведение, а воздержание чрева смиряет страсти. Похотение яств возбуждает их без труда. Украшение тела есть разорение души. Попеченье же они в страхе Божьем хорошо. Внимание к суду Божий рождает страх в душе, а попрание совести соргает добродетели из сердца. Любовь к Богу прогоняет нерадение, а бесстрашие возбуждает его. Хранение уст восторгает ум к Богу, если молчать с разумом, а многословие рождает уныние, разлинение и ум и вступление. Уступление своей воли ближним означает, что ум имеет в виду добродетели, а удерживание своей воли в отношении с ближними показывает невежество. Поучение страхи Божьем сохраняет душу от страстей, и говорение словес мирских омрачает душу, удаляя ее от добродетелей. Вещелюбие возмущает ум и душу, а отречение от всего обновляет их. Молчание, если молчишь, чтобы не высказать помыслов, показывает, что ты ищешь чести мира и славы его сравной. А кто с дерзновением, не жалея себя, высказывает свои помыслы перед отцами своими, тот отгоняет их от себя. Что дом, не имеющий дверей и окон, в котором какое не захочет присмыкающийся, входит свободно, тот человек, трудящийся, не хранящий труда своего. Как ржа съедает железо, так честь человеческое сердце, если оно сочувствует ей. Как плющ, пледшийся виноградом, уничтожает плод его, так тщеславь уничтожает труд монаха, если он увлекается им. Впереди всех добродетелей стоит смиренно мудрие, а впереди всех страстей чрево угодия. Конец добродетелей любовь, а конец страстей самооправдания. Как черь, исстачивая дерево, уничтожает его, так злоба в сердце омрачает душу. Повержение души перед Богом, предание себя в волю Божию, рождает несмущенное перенесение поношений, и слезы бывают тогда сохранены от всего человеческого. Неукорение себя причиняет и то, что не претерпевает, не укращает гнева. Смешивание слова своего с мирянами стревоживает сердце и постыжает его на молитве, потому что оно после того не имеет дерзновения. Не связывайся с жителями города, и помысл твой безмолвствовать будет в тебе. Не надейся на силу свою, и помощь Божья будет шествовать тебе. Прилежная молитва разрешает пленение, пристрастие к чему-либо, а не родение не, хотя мало, есть матерь забвение, ожидающий близкой смерти не грешит много, а ожидающий через много лет во многие вплетаются грехи. Кто готовится дать отчет Богу о всех делах своих, того весь путь течется Бога очистить от всякого греха, а кто не родится там, говоря, когда-то еще я достигну туда, тот сосед лукавым. прежде чем сделать какое-либо дело, каждый день поминай, где ты и куда имеешь пойти, сшедшие из тела, и ни одного дня не понероди о душе своей, помышляя о чести, какую приняли святые, и соревнования, и мало-помалу повлечет тебя вслед их, помышляя опять и о посрамлениях, какие испытывали грешники, это всегда будет охранять тебя от зла. Всегда следуй совету отцов своих, и все время живи, жизни своей проведешь в спокойствии. Внимай себе, и если помысл твой крушит тебя из-за того, что брат твой скорбит на тебя, не презирай его помыслом, напади, поклонись брату с умоляющим голосом, и не отступай, пока не убедишь его примириться. Смотри, не будь жестокосерд к брату, помни, что мы бываем насилуемы от врага. Когда жить будешь с братьями, не приказывай им одним что-либо делать, но трудись вместе с ними, чтобы не погубить награды своей. Когда станут смущать тебя демона относительно пищи, одежды или большой бедноты, полагая тебя, как за это поносит тебя, не отвечаем против этого всего, но предай себя Богу от всего сердца своего, и он успокоит тебя. Смотри, не небреги об исправлении служб. Все такое собирая и обсуждая рассуждения уничтожает, но рассуждения достигнуть невозможно тебе, если возделывание его не употребишь сначала безмолвие, удаление от шума мирского. Всеми силами постарайся умолить Бога послать тебе страх твой, чтобы он с помощью твоего сильного желания Бога истребил в тебе все страсти противоборствующие бедной душе. Итак, не обращай внимания, брат, на покой от брания, пока ты спиолетом.